Сдать пластиковые бутылки, получить скидку на элитную косметику. Новосибирские продавцы парфюма объявили войну отходом. С представителями экологически ответственного бизнеса познакомился мой коллега Константин Клещин. От этого проекта отдает сюрреализмом. Горожане несут мусор в салон парфюма в центре мегаполиса, где половина ассортимента – товар премиум класса. В магазине принимают тару из-под парфюма и средств гигиены. Взамен дают скидку на товар. Мы любим наш город и нас волнует тема экологии. Поэтому акцию по сбору упаковки от парфюмерно-косметических средств мы проводим уже много лет. Мы работаем с переработчиком отдельно собранных отходов, сдаем всю эту собранную упаковку и потом из этой упаковки изготавливают новые изделия. Проект поддержали жители Новосибирска. Только за две недели в торговой сети собрали несколько кубометров, флаконов, тюбиков и прочей упаковки, средств гигиены и парфюма. В этой акции участвую уже второй год. Мне очень нравится, что можно помочь планете и природе, и плюс получить за это какой-то бонус и вознаграждение. Год от года экологических акций в Новосибирской области все больше. Проекты продуманные. Желающих участвовать хоть отбавляй. Например, активисты автоклубов постоянно организуют акции по сбору мусора. В Бурмистрово сейчас нас поддерживает администрация двумя огромными колхозными телегами, которые забиваются под самую горочку буквально уже за 4 часа. Пошла небольшая положительная тенденция. Глава администрации говорит, что люди потащили свои пакеты с мусором в деревню. То есть люди хотят вообще утилизировать все это куда-нибудь в нормальное место. Но вот места у нас, к сожалению, мало. Иными словами, акции всегда хороши, но проблемы в корне они не решают. Необходимо организовать раздельный сбор мусора и отладить систему утилизации отходов. Ну и, конечно, воспитывается граждан, которые почему-то не могут прибирать за собой. Константин Клещин, Евгений Агеев, Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова